В эту субботу в Бендерском краеведческом музее впервые пройдет акция «Ночь в музее». Как к ней готовиться, увидела Татьяна Ивашенко. «Ночь в музее» начнется в 17.00 с выставочного зала. Здесь организовали масштабную выставку игрушек в разных стилях. К примеру, здесь экспонаты из глины, а это пынуши, национальные молдавские игрушки из кукурузных листьев. Также представлены варианты из грунтованного текстиля и авторская кукла. В преддверии праздника мы сделали такой конкурс, организовали. Детки очень активно согласились участвовать. Эти работы будут висеть на стенах музея. Все работы оказались замечательные, очень интересные. Дети вдохновились археологическими музеями, древними музеями. Они изображали музеи, в которые бы они хотели попасть, какие музеи они хотели бы видеть на территории нашего города, города Бендеры. Они показывали экспозиции музеев, которые они когда-то видели или, может быть, слышали о них и пытались показать все в своих работах. После выставочного зала можно будет отправиться в настоящий Гербовецкий лес. Это зал музея под таким названием. Здесь для всех желающих устроят пленэр. Можно будет почувствовать себя художником. Для всех участников в качестве посадочных мест готовят такие пни. Ну а писать, конечно, художники будут с натуры. К примеру, написать портрет обитателей Гербовецкого леса или пейзаж с растениями, которые в нем растут. Здесь для всех посетителей, более взрослой аудитории, мы подготовили интерактивную викторину «Тайны древнего города». Для каждого будет представлена карта центральной части нашего города. Будут выданы свитки с вопросами, где надо на вопрос ответить. Будут разданы фишки. И надо правильно указать на карте расположение этих памятных мест и памятников нашего города. И мы узнаем, насколько жители нашего города знают наш родной город. В этот раз мы разрешим нашим посетителям притронуться не ко всем, конечно, экспонатам, но к некоторым, да. Также мы организуем несколько фотозон, на которых каждый сможет потрогать экспонат, сфотографироваться с ним. Для мальчишек это любители оружия пулемет «Максим». Для девочек швейные машинки. Также у нас будут еще фотозоны «Тантаморезки» в внутреннем дворике музея. Каждый желающий может себя почувствовать исторической личностью. Во время акции Бендерский краеведческий музей впервые откроет свой внутренний дворик для всех посетителей. Здесь будет организована зона отдыха. И после интеллектуальных викторин здесь можно будет отдохнуть и насладиться музыкой в исполнении бендерских коллективов. «Ночь в музее» — это не просто название акции, это напоминание о том, что музей в субботу 20 мая будет открыт для посетителей с 17.00 и до 10 вечера. Татьяна Ивашенко, Василий Гриб, ТСВ